итак ребята снова всех приветствую собственно из today origins находимся винном погребе и нужно себя освободить я имел некоторую наглость все таки посмотреть как это делается оказалось что мы были абсолютно правильно абсолютно правы для этого нам нужен этот ножик мультитул назовем его даже точнее вот но просто нужно было правильно на него посмотреть и вот так вот открыть ножичек ты вспоминаешь что у тебя был подобный инструмент когда ты пытал людей а да мы читали вот и собственно вот так все просто оказывается достаем этот ножичек ну и как мы думали просто перерезаем руки так что вот так все легко на самом деле мой дорогой вулкан нет вы не может быть наконец-то после нескольких столетий ты лицом к лицу встречаешься с созданием что-то там не успел прочитать вы умерли в церкви святого фергуса 500 лет назад инквизиция убила вас и сожгла церковь с вашим телом боюсь что ты ошибаешься мне это было достаточно чтобы подвергнуть трансмутации двоих людей вы бессмертны после того как я заставил тебя выпить эликсиры и ударил ножом урсус отдала мне вторую часть эликсира до секунды до того как инквизиторы ворвались в церковь когда они подожгли церковь я думал что задохнуть в своем убежище я быстро добавил их тут в эликсир выпил его но не умер я сменился покинуть церковь только две ночи спустя я искал тебя среди изгоревших тел но как как бы я тебя опознал как я мог убедиться что эликсир подействовал он подействовал я все еще жив как и вы но вы знаете что самое главное прощение однажды вы спасли мне жизнь а потом когда вы отняли ее годы спустя вы дали мне шанс вернуть ее что я и сделал мы квиты я рад это слышать потому что мне нужно твое твое страдание нужно я умоляю тебя подари покой этой грешной душе я хочу чтобы ты убил меня я хочу умереть раз и навсегда не только ты можешь помочь мне сын мой урсос ого я сказал тебе что ничего не случится пожалуйста проводи меня наружу возьми набор для вина и за и задуй свечи наша хозяйка появится на закате а пока ты не мог бы подумать о моей просьбе пожалуйста часы летят но ты не но ты не думаешь о просьбе его у тебя слишком много всего на уме и слишком много еще нужно сделать эй а где другой парень ты чё блять бедный дональд прощай мой дорогой садовник он кашлял кровью когда начал читать ее как вы и сказали привет милый мистер естедей аманда найди этого чокнутого он должен быть где-то здесь ленни а ты принесел химическую таблицу хиннеса и убери отсюда это дерьмо так 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 а почему у вас такой унылый вид что охота на бессмертных вы охотитесь на бессмертных по всему миру я даже начала испытывать гордость когда вы это сказали сто процентов бессмертного населения земли в данный момент находится в моем доме но не поймите мне неправильно ваш старый друг находится здесь по своей воле что вы сделали с борисом что мы сделали что вы с ним сделали лени только что сказал мне что он исчез не пытайтесь меня дурачить где он хиннес есть что-то еще что ты забыл рассказать мне о вулкане он не обладает какой-нибудь силой о которой мы можем узнать надеюсь что нет вики вики чему вы удивляетесь мистер естедей я очень давно знакома с отцом хиннесом с тех пор как я нашла его в том доме престарелых я не выношу когда дети плачут убирайся отсюда потому что вы не можете смотреть на то что на то как они страдают скажем так когда-то давно я отлично умел избавлять их от страданий так а вы собираетесь мне помочь забери меня сатана ты ведь не уйдешь пока я не спрошу что случилось да мне сказали что мой дедушка здесь но я не могу найти его я зашла в первый попавшийся дом престарелых мне тогда даже не могло прийти в голову не то что дом может быть не один и не то что мой дед находится в самом дорогом доме престарелых в лондоне я убежала из дома потому что уже шесть месяцев не видела своего дедушку хе-хе я своего вообще не видел он умер 600 лет назад она верно не поняла мой дедушка больно у него в голове сидит маленький человечек который ворует слова это ужасно невозможно жить без слов леди у двери сказала мне подождать здесь мы подождем и будем надеяться это не займет много времени мистер меня зовут виктория бакстер но друзья называют меня вики у меня уже очень давно не было имя и друзей тоже но ты можешь назвать меня хинесом у меня тоже немного друзей это моя няня дороги повар катрин рональд сын садовника я кое-что не понимаю если ваш дедушка умер так давно вы наверное очень очень старый я имею ввиду у моей бабули было 87 и все говорят что она умерла от старости а кто сказал что я не умер я не понимаю послушай малышка если я расскажу тебе правду ты сделаешь мне одолжение конечно мистер хинес мне было столько же сколько твоей прабабушки когда я умер первый раз но за много лет до этого я выпил особый эликсир мне сказали что он дает силу воскреснуть в том же самом возрасте в котором ты первый раз умираешь но что если это было неправда единственным способом узнать это было самоубийство но я не смог этого сделать ага и он короче когда его выпил он долго ждал видимо и когда все таки он умер видимо от старости вот он таким и остался все понятно а у вас не было друзей которые могли бы вам помочь у меня было два хороших друга урсус и вулкан они были для меня как дети урсус умер в огне а вулкан я потерял его след я несколько десятилетий пытался найти его только он мог подтвердить действительно ли эликсир обладал такой силой вы могли бы поискать этот эликсир в энциклопедии в то время не было энциклопедий но была одна книга в которой упоминался этот эликсир но я так и не смог снова и найти ее да книга плоти доктора знают об этих вещах вы у них не спрашивали я не могу ни у кого спросить я делал плохие вещи я был изданником я искал несколько десятилетий но все было напрасно пока я не умер от старости мне было столько сколько и сейчас каждые несколько недель я умираю и снова воскресаю и я не могу ходить я даже не могу потереть свое же дерьмо вам нельзя говорить дерьмо мне только что открыли горло чтобы я мог говорить 60 лет и не мог произнести ни одного слова я буду говорить дерьмо и все что захочу и ты должна делать то же самое дерьмо видишь это так просто дерьмо прекрасно никогда никому не разрешай лишать тебя права говорить то что ты хочешь слова нельзя прятать слова не должны быть скрыты дерьмо 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 ха 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 ты мне нравишься Вики но мне кажется тебе нужно успокоиться я люблю тебя Вики но я думаю что ты должен сейчас ты знаешь много о смерти а мой дедушка будет жить? я не знаю я знаю что если он умер он не выйдет как мне но если бы я мог поменяться с ним местами я бы с радостью это сделал вы хороший человек Хиннес а теперь моя очередь сделай мне одолжение конечно что вы хотите ты не могла бы взять меня за руку что с вами случится никто не должен умирать в одиночестве будь со мной немного что они сидит и не типа на него не поможем сме gonna вспомни growth этоả側 не видно но я он умер прямо у меня на глазах а потом я стояла рядом с ним держала его за руку и умоляла воскреснуть И он сделал это. Это была правда. Привет, Вики. Вам так повезло. Я не так в этом уверен. Через несколько недель я снова умру. Но мне может не так повезти, как сегодня. Мне может потребоваться больше времени, чтобы воскреснуть. Они зарегистрируют мою смерть и похоронят меня. Я буду умирать и воскресать в своей могиле, пока на кладбище не закончится место. Тогда они раскопают могилы и сожгут останки. И я умру снова, воскресну, и буду ползти до тех пор, пока меня не найдут и не отвезут в дом престарелых. Но тебя к тому времени уже не будет. Ты умрешь от старости. К счастью, этого не произошло. Мне понадобилось 40 лет, но я наконец нашла вас. И мы вместе нашли вашего дорогого вулкана. Договор и... Сюрприз. Мы даже нашли монету Страшного Суда. Время пришло. Я умоляю тебя о милости, которую я не заслуживаю. Пожалуйста, прочитай договор и найди эликсир, который снова сделает меня смертным. Пожалуйста, убей меня. Убей меня. Хорошо. Я сделаю это. Ради Алонса. Ради Фергуса. Ради меня. Ради всех тех, чьей жизни ты разрушил. Даже ты не заслуживаешь такого наказания. Спасибо. Спасибо тебе, Вулкан. Спасибо, Вулкан. Ладно, парни, хватит тратить мое время. Ничего из этого не случится. Мы приготовим новый эликсир трансмутации. Но выпью его я. Я не собираюсь этого делать. Нет, сделаешь. Если ты откажешься, я убью тебя. И мы все знаем, что случится, когда ты умираешь, да? Это может отнять у меня немного времени, но ты это сделаешь. Мисс Бакстер, сумасшедшего нигде нет. Но я нашла вот это. Паулина. О, забудь о сумасшедшем. У меня есть предложение получше. Вы бы не хотели обзавестись бессмертной подругой? Она же и так бессмертна. Да ладно. Тогда в те времена был перегонный купли. Как он называется? Неужели? Странно очень. Я вернусь, Джон. Что это она ей вколола? Хинусу потребовалось некоторое время, чтобы воскреснуть. Как насчет нее? Я... Я жива. Я жива. И ты не представляешь, как я этому рада. Аманда, посреди за ними. Я обещаю, когда мы найдем еще одну монету, ты станешь... Дерьмо, вот дерьмо. Ты станешь... Дерьмо. 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 С одной стороны, Ласка так и не объявилась, чтобы забрать заказанную ей картину, а ты так и не пыталась с ней связаться. Ее нигде нет. С другой стороны, Баксер только что купила скульптуру за полмиллиона евро. Этого более чем достаточно, чтобы оплатить долги отца. И мало того, она собирается опубликовать книгу о прошлом Джона. Это совпадение ли Баксер что-то скрывает? Если это так, то ты все выяснишь, как бы она это не прятала в дебрях мировой паутины. Ласка, карточка. Ну, давайте Ласка. Ты пытаешься связаться с ней по электронной почте, по телефону и даже по Кию 7, но Ласки нигде нету. Здесь же все хакеры. Так что же нужно объяснить, что такое... Здесь же все хакеры. Так что не нужно объяснять, что такое Кию 7, да? Как и говорил Баксер, карточка, которую она дала Джону, активирована. Ты предполагаешь, что она подключена к частному серверу, с которого Баксер управляет информацией, которая отображается на карте. Но если Баксер может загрузить информацию на эту карту, то может ее и скачать. Тебе приходится потратить время, чтобы получить доступ к серверу, но в конце концов это удается. Вся частная жизнь Баксера у тебя перед глазами. Кроме того номера телефона, что у тебя на карте, ты находишь ее несколько, которые подключены к сети. Она зарегистрирована на имя Эрнеста Вебрука. После коротких поисков ты выясняешь, что это личный помощник Баксер. Это номер зарегистрирован на имя Баксер. Два дня назад, прямо перед тем, как Джон вернулся от Баксера, с этого номера был сделан звонок на другой номер сети. Зарегистрирован на имя некой Аманды Ройс. Два дня назад, прямо перед тем, как Джон вернулся от Бакстера, Ройс позвонил с другого телефона сети. Номер Бакстера. Номер зарегистрирован на Малкольма Д. Уилкинса, генерального директора компании Трабекс. Похоже, он общается с Бакстер практически каждый день. Круто. История поиска. Куки, кэш. Бакстер использует широко распространенные поисковые системы, поэтому тебе не составляет труда просмотреть историю поисков. Несколько вещей привлекают твое внимание. Порно. О, да. Каждый раз, когда ты собираешь сведения о ком-то, ты обращаешь внимание на его пристрастие в области порнографии. Это довольно странно, но Бакстер вообще не просматривает порнографию в интернете. Она и без того кажется странной, но это вообще ставит тебя в тупик. Кажется, любой Бакстер к иконскому искусству это не ложь. Каждый день она тратит несколько часов на поиски в интернете предметов для своей коллекции. Вот некоторые запросы, часто встречающиеся у Бакстер. Бессмертие, Трансмутация, Орден Плоти, Хиннес де Ордуа, Монета Страшного Суда, Мигель де Фонтанегра, Церковь Святого Фергуса и Инверлохи. Интересно, правда? Табак. Как Джон уже знает, табак одно из пристрастий Бакстер. Она тратит целое состояние на сигары, трубки и различные курительные принадлежности. Круто. О, это же наш магазин. Let's Out, Petit. Тебя не удивляет, что Бакстер интересовалась твоим антикварным магазином. Она же собиралась купить Нио. Но тебя удивляет, что она искала его по карте Google около месяца тому назад. В последние дни Бакстер регулярно заходила на сайт Колриджа, аукционер со штаб-квартиры в Лондоне. А окажется, послезавтра они выставят на продажу несколько лотов. Лот первый. Гладиаторский шлем, булавая щита, датированный первым столетиям нашей эры и найденный недалеко от турнира. Самоубийственная самосодомия. Одно из последних работ американского художника Дениса Хоула, умершего в 2015 году. Яркий пример абстрактного искусства мета-постмодернистов. Шкатулка, изготовленная в 1830 году и украшенная монетами из различных эпох. Ого. На твое внимание привлекает красивая монета с павлином. Берманский кьят, 1852 года. Ага, то есть тут неважно, куда нажмешь, да? Так, окей. Центральная монета, полдоллара, сама по себе стоит того, чтобы побороться за этот лот. В последний раз такая монета выставлялась на аукцион в 2003 году и была продана за 5 миллионов 750 тысяч долларов. Круто. О! Вот и наша монетка, но... О! Рубль, судя по всему, тоже наш родимый. Минуточку. Это не может быть просто совпадение. Это та самая монета, которая нужна Джону, чтобы вылечить его амнезию, вызванную бессмертием. Я еще вот это хочу посмотреть. Ты не веришь своим глазам. Это то, что ты думаешь? Бутафорское кольцо, специально изготовленное для съемок той самой фантастической трилогии. Я даже не буду говорить, как она называется, эта трилогия. Ну да, авторские права, все хуйня. Среди сотен сообщений, отправленных и полученных Бакстер, тебя заинтересовали лишь некоторые. В электронном письме от... Ну ладно, не буду пытаться даже. Сообщается, что в течение месяца новый особняк Бакстер в Париже будет оборудован въездом для инвалидной коляски. Короткое сообщение, которое Бакстер два дня назад отправила Артуру Томпсону, пилоту самолета. Она просила его подготовить частный самолет для полета в Лондон сегодня через нескольких часов. Совершенно ясно. Бакстер стремится к бессмертию. Для этого она использует вас обоих и собирается сегодня отправиться в Лондон, чтобы заполучить эти монеты страшного суда. Итак, чего же тебе ждать? Продолжить поиск. E-mail. После участия в телешоу, которое видел Борис Бакстер, написала письмо его директору. От ведущей воняет. Я хочу, чтобы ее уволили. Ха-ха-ха. Святая Евстафафия. Парижская психиатрическая больница для престарелых. Хотела бы поблагодарить Бакстер за ее щедрое пожертвование. Ммм, неплохо. Простой поиск недрых интернета приносит интересные результаты. По крайней мере, куда более интересные, чем та информация, которую на гугле ЛДЖОН так странно написано. Кажется, Бакстер училась в одной из самых престижных школ Англии. Точнее, в семи из них. И даже деньги ее семьи не помогли, когда ее исключали из шести предыдущих школ в связи с непростым характером. Несмотря на дорогостоящие медицинские процедуры, и дедушка, и мать, и отец Бакстер умерли от болезни Альцгеймера. А, ну все-таки, видимо, и у нее тоже. С тех пор Бакстер не только жертвует приличной суммой различным больницам и институтам, но и практически каждую неделю лично навещает больных. Бакстер принадлежит 51% акций корпорации Трабекс. Это закрытая информация, но после того, как тебе несколько раз попалось название корпорации, ты поняла, что она не слишком это скрывает. Три года назад ее уволили из МИ-5 за нарушение секретности, и даже ты не сможешь узнать подробности. А восемь месяцев назад ее наняла Бакстер на должность начальника службы безопасности. Ну, конечно. Примерно год назад Бакстер официально стал опекуном 90-летнего старика, передвигающегося в инвалидной коляске. Это самый мистер Байл, в переводе с английского желчь. Недавно был пристроен в дом престарелых недалеко от Брайтона. Так, емайл, пилот. Так, предупредить Джона шпионить за Бакстера, получить монету. Хм, лучше предупредить Джона. Ты не разговаривал с Джоном после прошлой ссоры, но если то, что ты сейчас узнала о Бакстере, правда, ему может грозить опасность. Ты набираешь номер его телефона, но он не отвечает, наверное, он снова его потерял. Ты вспоминаешь в наборе микрокамер, которые тебе подарила ласка, и тебе в голову приходит идея. В НИО столько разных складок и укромных уголков, что ты могла бы спрятать туда камеры. Это будет твой первый аналог троянского коня. Ты решаешь завладеть этой монетой, но как это сделать? У тебя в кармане 500 тысяч. Вполне достаточно, чтобы отправиться в Лондон и купить эту шкатулку. Если бы не тот факт, что за ней охотится и Бакстер, а у нее гораздо больше денег, чем у тебя. Кроме того, тебе не стоит так быстро раскрывать свои карты. А что если ты прокрадешься в Коль Ридж, найдешь шкатулку и заберешь монету? С твоими познаниями в области систем безопасности это вполне реально. Проблема в том, что лот уже выставлен на аукцион. Все видят, что монеты нет, и Бакстер может насторожиться. Что значит обратиться к Ласке? А что если ты заменишь монету подделкой? У тебя есть файл с 3D моделью монеты. Хотя я боюсь, что у тебя нет ни навыков, ни инструментов для работы с металлом. Ты знаешь только одного человека, который мог бы это провернуть. Она должна была приехать за картиной, которую заказала, но не появилась, и ты не можешь с ней связаться. Тебе остается только одно. Отправиться к ней в Амстердам. Хорошо, Паулина, план у тебя есть. Ласка любит опасность. Она к ней стремится. Она ее провоцирует. Настолько, что когда она наконец проходит, Ласка включает красный свет, чтобы поприветствовать ее. Да, ты принимаешь меры предосторожности и скрытно приближаешься к ее плавучему дому. Скрытно? На Моцике. Так, наверное, нажать надо. На Вестерторена, колокольня Вестеркерка, самой известной церкви в Голландии со времен ее постройки в 17 веке. Церковь будет смотреться на этом холсте значительно лучше, чем пейзаж. Мало активных точек. Ласка включает его из секретной мастерской, когда возникает опасность. Под ней, как правило, подразумеваются копы. Подушка из веревок, на которую ты упала, тебя никто не слышал. Забрали круг, отлично. Не знаю зачем, но, наверное, он нам пригодится. Давайте весла заберем. Блять, мы реально взяли веслу. И проебали мышку. Хуительно. Не знаю, как далеко она сейчас закинет. Так, ну, спизжи на веслу, нормально меня устраивает. Ты не можешь одновременно использовать два двуручных оружия. О, лолкек, просто 10 из сети. Если бы ты интересовалась ботаникой, то бы знала, что это молоча Миля, который еще называют терновым венцом из-за его шипов. Ну и че. Вряд ли это, друзья, ласки. Если ты хочешь, чтобы она помогла тебе с монеты, тебе придется разобраться с ними, если ты опоздаешь на самолет в Лондон. Он симпатичный, но это не должно тебя обмануть. Он здесь не для того, чтобы дарить подарки ласке. Он спокойно спит. Наверное, он полностью доверяет своему напарнику. Ты могла бы подкататься к нему и ударить его. А что, если он проснется раньше, чем ты подойдешь? Он не сможет в тебя выстрелить, если ты наденешь круг ему на голову. И тогда ты сможешь стукнуть его веслом. Но главная проблема в том, что он увидит тебя раньше, чем ты подойдешь к нему. Ага, то есть нужно что-то еще. Лучше туда не ходить, чтобы люди в катере не увидели тебя. Ну, предположим. Они очень старые. Тебе приходит в голову мысль привязать веревку к кругу, чтобы... Чтобы... Забудь об этом. Да, видимо, это... Да, такое легкое родео. Постоялся до хрена. А, ну это, видимо, чтобы около окон не идти. Ласка вклю... Так... Ну, понятно. Так, если ты постучишь в дверь с крыши, ты сможешь заставить врасплох одного из бандитов. И окажешься у него за спиной. Сюрприз, мазефака. Сука, сюрприз, блин. Так, ну план готов. Вот твой план. Ты постучишь в дверь с крыши, наденешь на него через голову спасательный круг, чтобы он не мог выстрелить, а потом ударишь его веслом. Ну, хватит ли этого? А, план ясен. Теперь тебе нужно воплотить его в жизнь, но ничего не испортить. Ой, сейчас жизнь, наверное, будет такая-нибудь. Он мог и не уйти. И круг мог просто провалиться. Радости-то сколько. Надеюсь, ты не боишься темноты. Пол дела сделано, но время уходит. Если ты не поторопишься, ты опоздаешь на самолет в Лондон. Чё, полипропиленовые трубы, что ли? Чё это? Всё, хватит одной такой трубки. Окей. И хотя он не совсем в твоём вкусе, он довольно симпатичный, да? На секунду тебе даже хочется перерезать верёвку и освободить его. Как глупо. Ты могла бы оглушить его ещё раз, но у него такие приятные глаза. Ну ладно, оставим в покое этого парня. А, если бы ты интересовался ботаникой, ты бы... Да-да-да-да-да-да... Так, здесь пока ничего. Надо второго, в общем. И почему он не взял пистолет, когда выходил на улицу? Было бы так просто разобраться со спешкой красавицей. Ты могла бы подкататься к нему, но что если он проснётся раньше? Ты можешь бросить в него трубку, потому что когда он проснётся, он увидит её и насторожится. Ага, то есть пока непонятно. Ты могла бы бросить это в него, но шансы, что ты причинишь ему вред, невелики. И что ещё хуже, он проснётся и будет настороже. Лучше туда не ходить, тебя могут заметить. Так, да подсветите мне, что тут есть. Идём на мостик. Стук в дверь, отлично, сработал в прошлый раз, но оставшийся бандит... Но оставшийся бандит спит, и тебе нужен другой план. То есть я спуститься не могу. Ты уверена, что хочешь поиграть с кольцом и шестом? Главное, что она и поленилась, притащила сюда картину. О, паулина. Я всегда говорила, что у тебя волевой подбородок. Может именно поэтому тебе и нравится, Джон? У него он ещё более волевой, чем твой. А чё тут, я понять не могу. Странно, не ясно. Джеггинс отлично подходит для езды на мотоцикле, при этом ничего не впивается тебе в кожу. Но в таких, конечно, туфлетах ты тут лазишь, выписываешь пируэты. Ну вот тут что нажать, вообще не понимаю. Ну ладно. Пластмассовые трубки, из них можно сделать дудочку. Господи. Блин. Я думал, ничего не произойдёт, просто скипнул. Так, ну получилось некоторое хуета, ну ладно. Фуаа. Возможно, пластмасса не лучший материал для изготовления оружия, но, может, стоит попробовать. Хмм. Да, может. Хмм. Маленький шип. Из шипа получилась бы хорошая пуля, но ты не забыла, что этот пистолет не стреляет? Ты можешь использовать эту трубку в качестве духовой трубки, но какую ты выберешь цель? Просто всё. Зарядив её шипом. В этом случае он поверит, что его укусил комар. Затем он увидит, что напарника нет и выйдет наружу, но что дальше? Прекрасно, будем надеяться, что новый план тоже сработает, господи. Ой, какие у него там ротские ноги были. Отвратительно прорисованная текстура была. Как будто они у него идут из боков. Большое спасибо за пистолет. Мне очень нужен настоящий. Два пистолета у нас сейчас. Неплохо сработано, мисс. Я думаю, что ты не обманешь её. Мне кажется, всё дело в том, что наше последовательное поведение подразумевает перезагрузку неудачного начала отношений Смис и отношений, основанными на откровенности. Ну ты и выдал. Я полностью за откровенность, но это она начала. Спасибо, Джолис. Во-первых, мы приехали за предметом, имеющим отношение к некому постимпрессионистому из Зандерта. Вы не будете так добры сказать нам, где хозяйка этого дома? Зачем, если она сказала вам только что... Что? Если она вам только что сказала, что... Чувствуйте себя как дома, парни. А, типа она хозяйка? Ого. Ласка. Ты супер-мышка. Супер на все сто процентов. Подойди и обними меня, твою мать. Уизель! Только не говори мне, что это не ты разобралась с ними. Разве ты не видела? У тебя же были камеры. У меня они есть, но я решила вздремнуть, пока было так скучно. Я только что проснулась. Что? Полагаю, ты заметила там двух парней с пистолетами. Они тебя так пугают? Я помню, что ознакомила тебя с продавцом оружия. Ласка. Ладно, они специалисты в области коллекционирования предметов, искусства, разрешают конфликтные ситуации немирными путями. Я собиралась изготовить его на основе того холста, который просила тебя достать. Тебе нужно было это сделать. Ну, я его так-то принес. Они не местные. На кого они работают? На моего клиента, естественно. Я не знаю его имя. Может быть, они тоже. В конце концов, они же живы. Вы договорились здесь о встрече? Я спряталась здесь, чтобы не наблевать ему в лицо. Эти два сукиных сына напугали его до чертиков. Он убегал, как ошпаренный. Он уехал отсюда, как crazy. Сексист, водопроводчик. Когда они приехали? Без понятия. Сразу после завтрака. Ранним вечером, я полагаю. Ну да. Я привезла то, что ты просила. Оригинальный холст неизвестного художника из Нидерландов в Раме. Ты не расскажешь, зачем он тебе понадобился? Коротко. Я собираюсь написать нового Ван Гога, используя твой холст и его краски. Я хочу применить новую технику супер-мега-мышка. Мне нужен лишь сюжет. Чего? Тебе нужен холст и рама 1880 года, чтобы твоя поделка прошла экспертизу, так? Точно. Ты соскребаешь краску с колста и смешиваешь ее снова, чтобы написать подделку, да? Ты права на все 100%. Ты завязала, мышка, но основу бизнеса ты помнишь. Я же тебе рассказывал, разве нет? Это просто мега-мышка. Мега-мышка в компьютер, заносится информация обо всех картинах определенного художника за определенный период времени. О технике, мазка, текстурах, формах, цветах, композициях, абсолютно обо всем. Затем ты вводишь компьютер картину, и она преобразует ее в соответствии со стилем выбранного художника, и, наконец, обычный механический манипулятор завершает начатое. И люди на это покупаются? Ты помнишь, как полтора года назад нашли нового Тинторетто? Не может быть. Не может? А как ты думаешь, на какие деньги я купил этот катер? Ты говоришь, что тебе все еще нужен сюжет? Ага, что такое? Что мог написать Ван Гога? Мне нужно было подобрать что-нибудь, но... Эй, а что если ты поможешь мне найти сюжет? Сфотографируй что-нибудь вот этим. Я не смогу. У меня с похмелья руки ходуном ходят. Ужас, столько предметов у нас. В скрытой папке на моем частном сервере есть вложенная папка с 3D-моделью старинной монеты. Мне нужно, чтобы ты распечатала ее в золоте. 100% нет. Я только что спасла тебя от тех козлов. Я не могу изготовить ее из золота. Ты знаешь, сколько стоит такой принтер? Но я могу распечатать ее в филаменте и ABS, а затем покрыть золотом. Мне кажется, это сработает. Тогда принеси мне немного золота от 6 до 9 грамм, в зависимости от чистоты. О, господи. У одного там на шее серебро было, или бриллианты. Что-нибудь такое. У меня все еще нет фотографии, которые ты сможешь использовать для Ван Гога. И вместо этого, чтобы заняться делом, ты приходишь ко мне с пустыми руками, как интеллигентно. Ты должна была приехать в Париже в день назад. Что случилось? Случилась вечеринка. Да, ты что, просто здесь стояла, как вдруг пришла вечеринка, и, несмотря на все твои возражения, отказалась уйти? Ты же знаешь, как бывает. А лемур приехала? Нет, она... Да пошла она, исправившийся, хакер. Мертвый хакер. Сколько продолжалась вечеринка? Три дня. Неплохо. Теперь на твоих вечеринках вы пьете чай с печеньем? С чего ты так решила? Да ладно, вечеринка у ласки, и твой дом не развалился на части, все так чисто. В Париже все было по-другому, мы были чокнутыми. А теперь я заранее нанимаю бригаду уборщиков, и даже водопроводчика. О, господи, чистить трубы на следующий день после вечеринки? Ты божественная женщина. Много было народу? Кажется, да. Помнишь Белко? Она здесь живет, она привела двух цыпочек. Но мы закрыли здесь, захватив с собой все необходимое, и это было круто. Значит, у тебя была своя собственная приватная вечеринка на твоей же приватной вечеринке. Ты совсем не изменила, уехав из Парижа, да? Ну кто же должен хранить старые традиции? Лемур вышла замуж, у тебя есть парень. Черт, и еще одна девка стала копом. Землеройка, не прикидывайся, что не помнишь ее. Там мне плевать, старая банда. Мертва, а я еще нет. Ладно, тогда давай поговорим о Джоне. О, боже, зачем я только это сказала? Нет, нет, не в этом дело. Ну, да, мы с тобой немного поссорились, но ничего серьезного. Проблема в том, что если ему что-то приходит в голову, он забывает обо всем остальном, даже обо мне. Он мужчина-крыска. Они как плохо оптимизированы, их нельзя настроить под себя, их цена значительно превышает реальную стоимость. Да, похоже, ты много знаешь о мужчинах в целом. Я могла бы ужасно разозлиться, но я смирилась. Ты жалеешь об этом? Нет. Правда в том, я не жалею, что защищаю его. Он намного слабее меня во многих отношениях. Ты найдешь другого, как только Джон. Такого, как Джон. Я просто не могу поверить, что моя подруга Ласка говорит такое о парне. Привет, меня зовут Джон Естердер. Мне 500 лет. Ла-бла-бла-бла. Ты правда думала, что я не замечу, но дай в вечеринке еще одну скрытую папку, кроме нашей общей? Она знает, ругаться с ней бессмысленно, значит. Ну да. И ты думаешь, что он просто псих? Нет, мышка. Человек, повидавшись столько, сколько я, умеет отличать правду от вымысла. Что? Ты никогда ничего не говорила. Даже когда я просила изготовить монету. У нас еще слишком много дел. И когда мы закончим, ты расскажешь, мне достаточно ли мужику прожить 500 лет, чтобы узнать, где находится клитор. Сука. Ладно, тогда давай поговорим о Джоне. О, боже, зачем я это сказала? Нет, нет, нет. Не в этом дело. Ну да, мы с ним немного поссорились, но ничего серьезного. Проблема в том, что если ему что-то приходит в голову, он забывает обо всем остальном, даже обо мне. Он мужчина-крыска. Они как... Парли оптимизированы. Да, я мог бы получать твоего революции. Правда в том, я не жалею, что защищаю его. Он намного слабее меня, а в конце концов, я всегда ему уступаю. Я ему начинаю уже уставать от этого. Ты не найдешь другого от такого, как Джон, он особенный. Я просто поверить не могу. Ага, понятно. Привет, мой имя... Ты реально думала, что я не знал... Ага, нет, Рот. Что? Но даже когда я спросила, мы должны... Когда мы закончим с ними. Когда мы закончим, ты расскажешь, недостаточно ли мужик... А, ну понятно, да. Ужас. Заебался читать. У Ласки карие глаза, но только однажды видела их. У ее коллекции контактных линз известно всем. И эти линзы еще не самые пугающие. Феминистический символ с кулаком. Ласка на все 100%. Планер символ хакера в полном смысле слова. Ну да, для Фемки она такая, конечно, фигуристая самка. Жопа какая, систи, там вся хуйня. Привет, ребята. Фух, давайте мы тогда на этом закончим и продолжим следующей серии.